опять они вообще не знал чем заняться погода не очень даже надеться не потеплее ну и потом что по карте посмотрел кота дорога идет в гору а мне столько этого и надо ребята кто-то скажет что погода говно я отвечу погода прохладная а это значит что пора идти в горы ребят как будто даже солнышко на горе зато на следующей горе на большой который там . сидит возможно даже дождь идет пахнет так лесом насыщенно причем так пахнет то поля это у нас другие чем как здесь палкинки это такие не разве не раскидисты вот это винограднички там речка течет просто очень много зелени и горы спешу поделиться так вот очень по карте посмотрел куда дорога ведет как будто какому-то озеру ну интересно конечно где-то в горах посмотреть озеро так что идем туда если получится такой сегодня скучновато немножко ролик больше по дороге вот завтра уже в судак переберусь там много интересных мест везде похожу все поснимаю все для вас ребята да конечно в первую очередь для себя в будущем посмотреть и вспомнить как классно было надеюсь это не последняя моя поездка в крым еще надеюсь что может быть получится когда-то здесь пожить немножко было вообще чудесно я вот насколько понимаю это лаванда пахнет целый кустик виноградники зашибись красиво и вкусно просто красотища конечно те горы зеленые он еще пара кустиков лаванды лаванда вроде не знаю потом загуглю а то говорю вам что лаванда падение лаванда дорога вверх идет теперь куда интересно вот опять полянка страну вообще все цветет всегда чтобы выкопали специально дорогу перекопали это наверно наверх идет на горочку если будет время то поднимусь а нет так нет стараясь снимать когда ветра не а то скорее всего микрофон задувает так еще куда идти дальше лондон целая грядка этих цветов так вот так ну на посмотреть по карте чё где я куда дальше двигать как будто туда дорога идет она как-то похуже стала не такая протоптанная я вот так понимаю что это не тот пруд который я хочу посетить сегодня такой-то небольшой он просто где-то немножко с бочку от дороги показался интересно здесь рыбка если меня вот но тоже прикольно просто такой дикий водоем вода чистая он даже видно там на камере не видно но я вижу что в середине и водоросли торчат вот как здесь только на середине так ну чего идем дальше значит куда идем непонятно как-то в помощь ну вот на было здесь идти там где перекопа на канаву была эта дорога идет сюда я так понял ну все значит пойдем к верху все выше и выше и выше и выше цветочки я их люблю как его таким местам шарахаться такая зелень кругом это что что-то с чем-то красотища озерцо опять же вот дико где-то солнышко светит где-то мрачный капец с тучами там туча сидит прямо на горе обратно кстати говоря есть другой маршрут чуть-чуть подлиннее а там на минут на 5 10 разница ну так карты показывают вот может быть и там пройду вот опять место классно вышел но тут ветер дует наверно мне не слыхать вот развилкой карта показывает что нам налево это значит вниз так а там посмотреть что вообще куда может видно будет вот ускорее эти джип туры когда сезон на джипах катает о вдалеке тоже прикольно горы такие в тумане туда я уже наверно не пойду это как раз по моему тот второй путь чтобы по которому хотел вернуться и вот и посмотрим так пойду сейчас туда я же на озеро шел вообще-то вдруг нам даже искупаться получится так все было хорошо сегодня на море ветер такой противный сегодня все что-то холодно солнца нет потому что когда солнышко хотя бы так жарит даже если ветер холодный как-то нормально кажется что тепло вот а когда солнца нет да ветер такой холодный то в целом холодно получается как так вообще бывает очень офигенно дуб такой дуб интересный тут стать очень много дубов они вот такие небольшие когда порода такая наверно дубы сосны еще какие-то тут всякие деревья такие зеленые лиственные типа вот таких еще такой сочные красочные просто смотрел бы и смотрел на таких дела ребята как же это прекрасно все если пья здесь жил я бы каждый день всякие горы ходил просто каждый день чисто посмотреть глаз порадовать опять же полезно нагрузка физическая такая приятная не через чур не перебор но такая достаточно о солнышко у него немного класс горах вообще черным черном я представляю себе сюда дойдет куда прятаться я не знаю вот это да ну и прикол то в том что тут в горах если гроза пойдет да это вообще хоть где может быть молнии может шарахнуть блин а там так прямо страшновато ну я так понимаю что до сюда может и не дойдет потому что вчера тоже над горами вот такая фигня была но до моря так и не дошло вот посмотрел по карте это озеро находится всего в 5 километрах от поселка того где я сейчас живу но я иду уже где-то час наверное может чуть поменьше но шел просто в гору такой кусок нормальный и сейчас такая там короче все время почти в гору где-то круче где-то вот как сейчас так легенький уклончик вот скоро уже это озеро должно быть на карте так написано пока не встретил ни одного человека здесь да и животного тоже ни одного не встречу опять жарко стало куртку снял ну-ка дойдешь гору обычно так грец это прямо очень близко к этой черноте уже почти надо мной она ничего возвращается тоже смысл какой час там осталось метров может пятьсот охренеть я такого не видал конечно куда вот она движется непонятно вообще просто висит повернули и вот такая долина открываться там да реально какой-то водоем весь нам как будто искусственно что не типа водохранилище какой-то вон он не знаю сейчас спустимся посмотрим что это такое если там люди вот в общем такой вот азиатсо не вижу сюда на искусственные или настоящие вот так по краям как будто плитами выложено куча дорог хрен пойми куда идти вообще а еще если обратно подниматься то это спустился пониже почти до самого озера в общем тогда сам можно спуститься видно что тут не мелко так и вода вода такая чистенькая опять же интересно если рыбка здесь вот уже совсем вниз слез большого так озеро и тут наверно прикольно было бы искупаться на воду потрогать но еще то вот сегодня не охота мне купаться сейчас холодная конечно так людей никого не вижу вот кучу не не круглая никакого озера там еще где-то туда можно уплыть туда закуточки такие но так в целом конечно место шикарно опять же выгодно ветер будет задувать сильно поэтому просто покажу вода чистейшая как обычно на свой страх и риск пошел опять по какой-то другой дороге просто интересно же ну примерно направление наверное нужно выбрал дорога хорошая натоптанная скорее всего либо опять малореченск приду либо в рыбачье но это принципе недалеко а в рыбачье в любом случае хотел сходить посмотреть что за поселок я там никогда не бывал только проезда поэтому пошли если что я вам оттуда пришел вот позади осталось это водохранилище скорее всего потому что все таки нашел я водозаборник там искусственный поэтому скорее всего это просто водохранилище код вот жалко конечно была погода вы хорошая искупался бы там водичка такая прохладненько приятно просто вылазить одну год очень стрёмно но так чё все как обычно горы лес все красиво все зелено пахнет цветами листвой вот это какой-то свежий и все общем нравится вот это сзади идет показалось просто в тишине идти слушай звуки природы конечно тоже многого стоит кругом все цветет что-то шиповник наверное нет конечно иду сейчас вокруг одни горы и поэтому ветра практически нет и он такой не холодный и солнышко даже немножко проглядывает поэтому такое место тихо спокойное и теплое вот в такой почве растет виноград ну вот два часа уже иду но я иду уже в обратную сторону я думаю километров 10 в общем будет целом сегодня мой путь я думаю что уже скоро будет поселок или село рыбачье там еще остановлюсь посмотрю че вообще есть на самом деле там большой автокемпинг должен быть не должен быть есть интересно посмотреть сколько людей сейчас там отдыхают с палатками либо там как с фургончиком со своими как интересно люди живут такую погоду в палатках ну вот и небо голубое уже все тучи пото свалили а я продолжаю свой путь и кстати вот там уже море видно так вон там далеко-далеко ну как далеко раз видно нас не так далеко и снова пустик лаванды я все-таки надеюсь что это лаванда горная лаванда а ну понюхай о как духами пахнет приятно черт побери там вообще синее небо вид такой классный сфоткать надо и вот не на шутку распогодилась красота прелесть даже из гору шли эти тучи черные совсем другой вид с тучами тоже атмосферненько получается круто кто-то едет на самом деле вижу на море в той стороне домики уже все и дорога вот там вот идет вдоль виноградника туда но карта упорно показывает здесь и вон по той дороге там за горой где-то короче вот так вот показывает ничего не перестраивать я уже дальше прошел все равно показано здесь а я в принципе никуда не тороплюсь и по гаранта люблю шастать поэтому там и прыгну на самом деле вон уже море не знаю почему так строительную дорогу навигатор водка будет и дорога туда есть прямо идет мне показывал что одна отсюда ну и вверх туда такой круг здоровый на целый час но мне же интересно поэтому я там и приду конечно же первый отдых за сегодняшний поход у меня первый раз присел еще но такой маршрут не маршрут несложный до этого был где-то в одном месте там горка была сейчас я поднимаюсь гору согласно этому карте короче я так смотрю что прям идти надо в гору поэтому присел отдохнул час попив водички водичку обязательно с собой всегда надо брать но это специально чтобы жизнь малины не казалось навигатор меня сюда отправил просто тупо все в гору в гору и подъем такой крутой но и виды круто я конечно но так ну вот как будто просвет видно забрался в гору посмотрите склада шить и вот подъем занял у меня почти час это все в гору ну немножечко тяжеловато ну что делать так вот и рыбачьи видим с высоты птичьего полета не знаю наверно туда сам поселок не буду заходить он шанс шанс и шоссе которая до малореченской идет а вот и тропинка так вот вам вид сверху на поселок на село рыбачье конечно же в так где тропинка не это ли ну и вот абсолютно пустой кемпинг ни одной машинки он ни одного человека я один из нее что не гуляю по крым ну все пачи зачекал двигаюсь до дома так вот на ту гору я выпал сначала и решать потом там обходить все это хозяйство опять потерял кучу времени так ну на подходах уже вот церковь церковь сколько там царь ну правда вот с таким крюком опять но это уже не страшно себе таких крюков наделал вчера как раз вот там внизу гулял по берегу не знаю такого душу здесь я явно был подальше даже чуть-чуть мне кажется там до рыбачьего дошел так вот он